всем привет народ в этом видосике мы с вами сравним из he from tarkov арена инфинити если ты с чем-то будешь не согласен пожалуйста напиши свое мнение в комментарии мне будет интересно я прочитаю и так поехали многие тарковчане говорят что арена казуальная поэтому она неинтересная мы в нее играть не будем давайте сразу разберемся в этом вопросе что мне хочется сказать когда вы играете в тарков вы очень много времени тратите на что вы не понимаете как лутаться как одеваться куда тебе бежать а какой патрон подходит грубо говоря ты тратишь очень большое количество времени на черт пойми что арена инфинити предлагает сразу более-менее понятную возможность куда ты можешь пойти куда свернуть а где выполнить тебе квест то есть тебе не приходится открывать сразу сайт какой-нибудь ты же не выполняешь просто спокойно квесты да там потому что знаешь куда идти и чё делаешь ты открываешь сайт например там tarkov help или предположим там видос прохождения в ютубе и по этому видосу точно так же казуально выполняешь задание в таркове как выполняешь варенье только варенье сразу задание которое ты выполняешь уже нарисовываются у тебя на твоей карте у тебя уже есть карта и уже понимаешь какой патрон зарядить в этом разобрались поэтому это не казуальвение это просто ну реальность это менее душно но при этом пишу в таркове смотришь карту выполняешь задание в этой игре смотришь карту и выполняешь задание одинаково только это есть внутри игры а это ты прям альтабаешься или со вторым монитором сидишь, не обманываясь сам себе и смотришь. Если ты не смотришь, то ты прошел через то время, когда ты смотрел, а сейчас ты запомнил просто это наизусть и играешь уже не смотря. В Таркове ты, зайдя в скрон, видишь 18-20 аптечек и не понимаешь, какая там для чего тебе не надо. Здесь же ты просто спокойно берешь аптечки, на них наводишь, тебе показывают, как долго она лечит, как восстанавливается кровоток. Infinity просто более понятна игра. Тебе не нужно потратить дофига времени для того, чтобы разобраться в игре. Ты тратишь время свое в игре совершенно на другое, на PvP, на лутание, на всякие вот такие штучки, а не пытаешься понять, блин, а какая же аптечка лучше. В Таркове ты не знаешь, какой предмет стоит денег, какой предмет подходит там в какой магазин. Тебе на все нужно потратить просто много времени. Ты там лезешь постоянно в интернет все проверяешь, на сайт проверяешь. В этой же игре достаточно просто навести на патрон, на магазин, и тебе подскажет, какой патрон туда подходит. Нажать правой кнопкой, и ты можешь спокойно зарядить с аптечками так же самое. То есть просто нет этой Тарковской духоты. Это не делает Infinity более казуальным, чем Тарков. Это просто, ну тебе не надо лезть с помогательным ресурсом, опять же. Тарков, ты сейчас скажешь, блин, да я играю в Тарков, у меня так горит там, я не знаю, я испытываю такие эмоции. Вот, я тебе хочу сказать, попробуй поиграть в арену. Ты испытаешь не меньше эмоций. В арене у меня горит реально не меньше, чем в Таркове. Играется сложнее, несмотря на то, что нет инерции, что более-менее комфортная отдача, что там все, как ты говоришь о казуале, играется не легче, поверь. Умираешь ты еще чаще, противников на карте больше. Они тебя убивают. Вот, и реально ты сидишь просто с нулем денег в схроне. У тебя маленький крохотный подсумок. Ты мало предмета можешь продать на барахолке. Они не продаются. Ты не можешь в арене Breakout Infinity залутать 5-8 лямов за рейд и потом неделю катать на эти деньги. Ты прям лутаешь 50 тысяч, 100 тысяч за катку. Ну там чистыми ты зарабатываешь. Экипировка твоя при этом столько же стоит. Но при этом в том, что ты каждые 3 рейда умираешь, один выживаешь. И обычно играешь в минус. В этом, в этой игре Arena Breakout Infinity есть топористы, которые когда-то были в Таркове. Настолько людям тяжело играется, что есть топористы. В игре нет страховки. Ты не можешь как в Таркове застраховать там трусы, да, например, убить чела какого-то, взять эти там свои, выкинуть его одеть. Здесь такого нет. То есть игра более сложная, понимаешь? Тебе не придется там собирать кучу лута там у прапора, забирать по страховке. У тебя нету страховки. Тебе ничего не вернется по страховке взять. Если у тебя есть шлем на голове, и ты убил типа со шлемом, ты можешь поменять. Но тогда твой шлем исчезнет, если ты его не вложишь в сумку и не вынес. Понимаешь? Вот. А ты говоришь, что игра легкая. Вот. Я вам так скажу, что я наиграл 50 часов в арену Infinity. Вот. Испытал просто бурю эмоций. Эти самые эмоции я испытывал, когда я играл в Тарков. Еще в старом патче, в восьмом или в десятом. Ты, наверное, братишка, даже об этом не помнишь. Но когда-то Тарков, он был максимально интересным, таким самым, как сейчас Infinity. Когда разрабы не душили своего игрока. Они работали на усовершенствование игры, а не о том, как тебя задушить. Раньше не было инерции. Раньше броня защищала. Не было подмышек. Не было вот этих 100-100 хитбоксов. Вот. То есть реально раньше решал скилл. Сейчас в арене решает скилл, но не решает бутылки, как в Таркове. В Таркове что решает? На данный момент в последнем патче. К чему идет игра? Ты сел где-то на теплом камне или в кустике, на бутылке. Вот. И ждешь типа в прицеле, который бежит к тебе на выход с рюкзачком. Ты его бил, залутал, все и вся игра. Вот. И тот чел, который бежит на тебя с рюкзачком, к сожалению, надо признать, что в Таркове у тебя выжить нет шансов. Потому что ты не знаешь, где он. Ты ведь играешь без радара, честно. Ты не знаешь, в каких кустах он сидит, на каком шкафу. И убиваются в Таркове. Очень быстро моделики. В арене инфинити есть гранаты, есть смоки. Есть даже газовые гранаты. Залезла крыса в помещение. Ты кинул ему газовую гранату, он начинает вздыхать. Если на нем нет противогаза, он помрет. Или ему придется на тебя выйти. Вот. И от тебя все зависит. Твоя экипировка тебя наполняет. Модинг на оружие чувствуется прям очень даже классно. Оружие у тебя, у тебя нет такого, что ты стреляешь, типа, в живот, а попадаешь там, я не знаю, на ветку, с ветки птицу сбиваешь. В Таркове что? В Таркове часто голова, челюсти все говорят. В этой игре такого нет. В голову не так часто умираешь. Голова здесь не, не знаю, не с арбуз у тебя, понимаете? То есть реально ты умираешь то в руку, то в ногу. Нет такого, что там ты получаешь две грудь и умер. Вы просто должны понять, что в Таркове когда-то давно было классно. Сейчас разрабы задушили игру. И я считаю, что игроки, которые останутся после арены в Таркове, только те, которые или не хотят переходить, например, ну типа, мол, что-то новое не хотят пробовать и останутся на старом. Второе, это стримеры, которые, там, у которых есть аудитория, которые состоялись в Таркове для того, чтобы не терять людей, они продолжат играть в Тарков, потому что им страшно, мол, потерять аудиторию. Третье, это люди, которые будут нанимать сами разработчики, чтобы стримеры игру. И четвертое, это крысы с читерами. Вот. Я считаю, что, ну, те люди, которые любят Тарков за элемент пострелушек, перестрелок, когда вышла арена, не будут играть в Тарков. То ты, когда умираешь в арене, ты умираешь, потому что ты где-то не доиграл, где-то не зачекал, где-то не увидел, где-то там, я не знаю. Просто ты, как игрок, не доиграл, понимаете? Вот. И а не потому, что у тебя там заклинило оружие, там, пацан с читом, там, я не знаю, рассинхрон, броня не зарегала, в подмышку дали. Я не знаю, звука не было. То есть ты умираешь в арене просто потому, что ты допускаешь, как игрок, ошибку. Поэтому ты умираешь. Вот. И это прям максимально классно. Ты с каждым рейдом становишься все более опытным и допускаешь ошибок меньше. В этой игре, в арене, важно все. Понимание спаунов, понимание лутов, понимание, как передвигаться. Здесь прям все навыки, которые вы набили в Таркове, они вам все пригодятся, потому что игры очень похожи за другом. Вы должны понимать, как вам грамотно перемещаться по карте, какие точки интереса есть, а какие гранаты есть, как перекидывать. Здесь есть очень много микромоментов и поверьте, каждый в этих вещах, которых я перечислил, будет решать вы. Не игра, там, заклинила пушка, не ситуация, сидит ли в этом кусте, там, крыса, а именно вы, как игрок. Вот. Все будет зависеть от вас исключительно. Да, я с вами согласен. В Таркове есть много классных вещей. Например, боты, там, ругаются матом, да, ходят такие все. Ты чувствуешь, что это твоя игра, ты чувствуешь определенный шарм в этой игре. В этой игре такого нет. Здесь более китайская тема, здесь модельки китайские, хотя они выглядят все очень классно, но при этом здесь другой шарм игры. Игра ощущается немножко иначе, в других красках. При этом ощущается она довольно добротно. Господа, если вам интересны такие видосы, где я высказываю свое мнение, пожалуйста, поставь лайк и напиши комментарий. Да, Паха, прикольно, продолжай в том же духе. Если ты вдруг не знал, сейчас арена брейкаут раздает ключи для входа. Поэтому, если ты откроешь мой стрим, у тебя будет возможность поручить ключ, если ты привязал твич аккаунт игре арена инфинити. Поэтому не упусти свой шанс. Вы должны понимать, что когда вы играете в арену, вы все свое время будете тратить на улучшение себя, своего скилла, своего умения по картам, своих позиционок, а не на борьбу с игрой. Понимаете, как это я говорю про Тарков. В Таркове мы постоянно там 27 минут грузимся, потом нас убил читер, мы ничего не поняли. Потом какой-то рассинхрон, ты вылетел, понимаете. Очень много разных технических проблем, которые тянутся с игрой семнадцатого или шестнадцатого года уже на минуточку двадцать четвертую. Вот. В этой же игре ты будешь все свое время тратить на то, чтобы стать лучше. Те проблемы, которые в Таркове в инфинити арене отсутствуют. Абсолютно все там. Клины, там баги, вылеты, маленький фпс, там большое количество читеров, по семь минут загрузка. Все, всего этого в арене нет. Единственный момент, который мне непонятен и о котором, собственно, я переживаю, это я не знаю, что будет дальше с ареной. То есть как будут развиваться разработчики. То есть то, что они выкатили уже за три дня, меня бросает в небольшой шок. Потому что игра уже выглядит как Тарков и она только вышла. Вот. Но как они будут ее развивать, я вот не знаю. И это довольно стрёмно. Потому что они могут пойти по системе Таркова, например, начнут задушивать игру. И это будет печально. Вот. Я также не знаю, что будет с донатами в игре. Потому что игра фри-то-плей. Вот. И я не знаю, какие будут донаты. Можно ли будет купить валюту. Можно будет ее продать, например, валюту. Я не знаю, какая будет ситуация с читерами. Но я знаю одно. Что мобильный, мобильная игра Арена пользуется, играет примерно 80 лямов человек. Представляете? То есть компания явно не бедная. Раз 80 лямов в нее играет. Вот. При этом, я думаю, там треть покупают под сумки. Влаживаются определенные деньги в донаты. Соответственно, компания с деньгами. И я уверен, что китайцы могут себе позволить хороший античит. Вот. И бороться с читерами. Я про это говорю, потому что когда-то Тарков в 2017 году тоже был интересный. Тоже был недушный, как сейчас Арена. Вот. А потом стал душным. Такое ощущение, что разрабам больше нечего было делать. И они начали душить своих игроков. Я не знаю, что будет нас ждать в Арене. Вот. Я надеюсь, что Арена будет развиваться правильно. Будет слушать своих игроков. Прислушиваться к мнению стримеров. Вот. На самом деле сейчас все-таки идет. Потому что все моменты, которые мне не нравились в Таркове, здесь все они поправлены и все они работают нормально. Здесь нет ни input лагов, ни задержек, ни рассинхронов, как я сказал. Поэтому я убежден, что разработчики прислушаются к своему игроку. Вы мне сейчас скажете, Паха, ты там, наверное, бабок тебе дали, тебе там подлизываешь. Пацаны, мне никто не дал бабок. Вы, если зайдете на мой стрим, вы увидите мой энтузиазм и мои горячие глаза, с каким кайфом я наслаждаюсь игрой. Я, как Тарковчанин, очень сильно ждал подобной игры. Я ждал ее 5 лет. Я надеялся, что мой Тарков поправят, разработчики перестанут душить своего игрока, почистят забрал, сделают ветер тише, добавят FPS, уберут инерцию, начнут делать игру более уникальной, более интересной, а не добавлять БТР в лес, на завод или на берег. К сожалению, я этого не дождался. И на замену пришла реально конкурентная игра, которая дала мне то, что когда-то отнял Тарков. В этой игре ты уже на пятом левеле можешь одеться в шестой класс брони. Были бы у тебя бабки. Но прикол в том, что вы сейчас скажете, блин, там чел зарял, я не могу его никак убить. Но прикол в том, что выйдет этот чел на какого-то типа с Мосинка, и ты точно так же сдохнешь, как в Таркове, только при этом потеряешь намного больше. Вот. Поэтому здесь есть тоже такие моменты, знаешь, ты типа пошел там мега заряженный, тебя убил какой-то бомж, фиг знает откуда. То есть это эти моменты хардкорные, которые есть в Таркове, которые вам нравятся, они все есть в этой игре. Я за мои 50 часов игры реально такого хлебанул. Уже столько раз по мне так и тек пот, я не знаю, холодный. Настолько потел. Вот. И у меня не получается особо фармить пока. Потому что огромная конкуренция с людьми. Очень много задротов играют с мобилок теперь на компах, которые знают все спауны, знают все точки здравоценного лута. Вот. Но Тарковчанин, Тарковчанин. Нормально их ломает. Знания Таркова в этой игре очень помогают. Не знания там Контур-Страйка, да, или там Варзоны. Именно знания Таркова. Потому что здесь часто стреляешь от бедра, здесь лутаешь, ты снова испытываешь, ходишь позиционирование, запоминаешь спауны. Здесь в принципе тоже самый Тарков, только немножко быстрее. Поэтому если ты играешь классно в Тарков, знаешь, в этой игре ты тоже будешь классно играть. Господа, я вам надеюсь, такого вида ролики вам нравятся. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел. Заходи на стрим, буду тебя ждать. Пока. И пиши свои комментарии, что ты думаешь по поводу арены Breakout Infinity. Нагнет ли она Тарков или нет. Все, увидимся на стриме. Пока.